Василий Воловик работник станции техосмотра. Очередную иномарку он осматривает уже по новым правилам. Одно из первых уточнений. Диагностическую карту на авто не дадут, если нет аптечки и огнетушителя. Казалось бы мелочь, но зачастую на этом и попадаются водители. В последнее время, если сказать, то обычно приезжает огнетушителя нет, аптечки, аварийного знака, как-то расслабляется, что ли. И недочеты тормоза обычно редко бывают у кого нормальные. Еще из нового исключено потекание жидкостей гидроусилителя. Никаких 20 капель в минуту, как раньше. Если резина шипованная, то на всех колесах. Обязателен глушитель. Кроме того, запрещено тонировать фары и оборудовать их дополнительной оптикой. Василий считает, что пройти техосмотр по новым правилам будет сложнее. Хозяевам старых машин и любителям тюнинга и экстрима. Кто серьезно относится от старшего поколения, водители молодые, они легкомысленные. Даже приезжают, они ровные, бывает, что это, ну, как думают, что это правило идет или глушитель, или тоже прямые потоки эти с ревом тоже приезжают. Темно-серый пациент диагностику по новым правилам прошел без проблем. Кстати, судя по опросу, сами водители изменения в документе всерьез пока не воспринимают. Новые правила со старыми всеми делами. Ну, то, что я обязан возить аптечку, это и было раньше. Только я не знаю, зачем это все придумали. Ну, когда нового машин, проблем-то нет. Со старыми, видимо, проблем. Пару месяцев назад проходил этот осмотр, вообще никаких проблем не возникло. Между тем, ГИБДД приводит печальную статистику по авариям, причиной которых стал технический недосмотр. В основном это не сезонная резина и неисправные фары. В 2018 году зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 4 человека. Для сравнения можно взять 2017 год, где зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 3 человека и пострадал 41 человек. ГИБДД считает, что контроль за надлежащим состоянием автомобилей был жестче, когда эта процедура находилась в ведении госавтоинспекции. И надеются, что законодатели все вернут на свои места. Кстати, это уже обсуждается на федеральном уровне. Катерина Ирушина, Антон Михайлов, РТС. Редактор субтитров А.Семкин